Всем привет, друзья! Лучшие реплы и в сегодняшней каточке будет Dragon125. Игрок под ником DeadlyBullet хорошую бодрую каточку покажет. И это тот самый будет бой, когда не в топе, совсем не в топе. Это попадание просто бинго. Восьмой уровень против десяточек. И на ЛТшке это всегда такая себе проблемка, потому что все-таки пробития иногда просто на некоторых десяти уровневых монстров не хватает. И в общем-то здесь есть, ну, тайпы десятые бортами не особо такие жесткие. В общем, там есть как раз взвод десяток. Но офигеть, какой у них там нормальный такой ДПМ. В общем, в начале боя занимает вот эту горочку. И внезапно у него нет снайперши, он гоняет с ускорением, с форсажем. Но, тем не менее, обзора хватает для того, чтобы высветить Абрамса, который собирается бодро, быстро поджаться сразу на девятую линию. Дает ему одну плюху, отсвечивается и выезжает еще разочек, как раз пока Абрамс проезжает. И еще одну плюху успеть ему дать. И получается это делать, кидает ББшки. И, в общем-то, я все-таки пришел к выводу, что на Драгуне очень классные кумули. Но их все-таки нужно использовать, наверное, реже, чем ББшки. Ну, против, короче, только определенных картонных целей. Против каких-то таких более-менее крепких ОБТ. Это, как правило, плюс там скорость небольшая, вечно не попадаешь, не пробиваешь. Все-таки ББшки, Абдеп, оказались постабильнее. Все так же, да. Хотя очень иногда хочется эти кумли использовать, но их все-таки нужно использовать по уму. Ну и, в общем-то, картина маслом. С одной стороны, противники и союзники все столкнулись в итоге на А и Б линии. Тут, в общем-то, вроде одни, ну, союзники, точнее, как обычно, поехали. А вот противники решили там встречный бой им устроить. И, естественно, один десятый Челленджер, единственный танк, взял и поехал в одно направление, в одну каску на девятую линию. Естественно, это тупейшая идея. Тем более, такой танк, как Челик, он неповоротливый, медленный. Ты оттуда, если что, вдруг уже не сможешь уехать. И если противников там будет больше, а их, скорее всего, там будет больше, чем один, и, скорее всего, тебя разберут. Ну, если ты, конечно, только не тащишь там, как боженька, один в три там можешь вытаскивать без особых проблем. В общем, пока мы смотрим, как там будет закончиться история с этим Челликом. Здесь занимает, естественно, Deadly Bullet хорошую позицию для того, чтобы простреливать. Здесь много танков, начинает просто уже вылазить в наглую, в том числе Type 10, тем не менее, танкует бортом. И, в общем, куча ОБТ, которые уже начинают давить. Но я сколько раз убеждался, все-таки с того направления давить вот А и Б линию, это прям крайне тяжелая штука. Потому что всегда вот здесь есть какие-нибудь ИТ-шки, ИЛТ-шки, и на противоположной стороне, как сейчас, стоят ОБТ. И как вот это продавливать, ну, не знаю. Иногда, конечно, получается, да, всякое бывает, но чаще всего не получается. Тем временем, естественно, Челленджер отваливается, потому что туда приезжают три противника и разбирают его без особых проблем. А в это время здесь, в общем-то, пока противники понесли только одну потерю в виде Type 10. И вроде хорошо, с одной стороны, союзники хорошо, кучненько стоят, но противники довольно нагло начинают вываливаться. Счет уже 11-14. Все равно противники начинают их перестреливать. Хотя вроде бы, ну, казалось бы, максимально, кроме того Челика, союзники прям кучненько стали, хорошо, но там вываливаются толпой, здесь там поджимают, поддавливают, подстреливают. И в итоге выясняется, что помимо того, что здесь, как бы, ну, такой нормальный замес, еще и есть сюрприз с девятой линии. Да, есть вариант, что приедут еще оттуда. И, в общем-то, это как раз и произойдет, но немножко позже, об этом потом. Но, по крайней мере, за это время союзники более-менее отбивают счет. 10-11, здесь Type 10 вместе с Кентавром уже в наглую залетают, просто начинают К2 пинать со всех сторон. Здесь, ну, просто, короче говоря, здесь просто упоролись противники, но, наверное, по-другому здесь как раз и не получается играть. Хотя, честно говоря, очень зря они здесь упоролись, потому что сзади подъезжали союзники, и здесь нужно было просто немножечко им переждать, немножечко стратежно отстоять и от позиции поотыгрывать. И тогда, при подъезде союзников, вот такие врывы устраивать, тогда было бы, я думаю, совсем по-другому. Но все еще не так все легко и просто. Счет 8-9, и вот они как раз уже начинают подъезжать и сзади противники. Здесь вроде бы более-менее противников стало меньше, но, и горочку пока он не бросает, но там уже прям видно, что вот они, вот они уже ОБТ сейчас вот-вот поднимутся. Там едет Меркавка или Клерк. Но, по крайней мере, пока они еще не поднялись, здесь получается отстреливать объекта 640-го. Это минус, но как бы и союзники тоже периодически отваливаются. Счет 7-8, то есть все еще преимущество на стороне противников. И вот он подъезжает уже просто сразу на горочку, Леклерк. Вот здесь, честно говоря, я не понял, почему он не стрелял через дымы, делал опасную штуку, стреляет. Естественно, сразу засвечивается, выгребает одну плюху, и тут же в него летят еще Птуры, здесь просто ему везет, потому что ЛТшки после вот таких засветов очень часто долго светятся серым глазом, даже после того, как ты уже откинул дымы, и начинаешь ты выгребать на такой тем более позиции. Так что здесь ему, конечно, очень повезло, что отделался всего одной плюхой. И вот здесь он решает сделать такой мув. В общем-то, я всегда советую держаться союзников. Но иногда есть случаи, когда, тем более, вот ЛТшки это именно хороший пример. На ОБТ, естественно, всегда нужно держаться союзников. Но по сути, ЛТшки как раз и предназначены для того, чтобы прорываться в каких-то таких ситуациях. Когда вас начинают закрывать со всех сторон, у вас есть возможность на хорошей, быстрой такой подвижности, да, ворваться в какое-то направление, где-то прорваться, может быть, кого-то убить и прорвать направление, занять лучшие позиции уже за спиной противников. Но здесь его замечает Мефисто, и с Мефисто, естественно, нужно быстренько закончить. Хотя Мефисто может сам тебе закончить очень быстро. Но, опять же, на скорости, уворачиваясь от выстрелов, дает две плюхи, и это минус Мефисто. Сзади уже летят снаряды от ТТБшки. Она там тоже не дребнет. И там же был Драгун. Но, в целом, прорыв удался. Да, по крайней мере, он прорывался через оборону, этот круг, эту линию обороны противников, и, наконец-таки, сможет теперь сам использовать это преимущество. Но, опять же, всегда будьте внимательны. Вам нужно, когда вы делаете такой прорыв, не остаться одному, где-то далеко от союзников, и при этом противники могут это увидеть, и сразу два-три танка разворачиваются, и начинают за вами погоню. Здесь нужно это иметь в виду. И, в общем-то, на скорости он довольно быстро передвигается, благодаря форсажу, опять же, проезжает довольно далеко от противников, замечает сразу две цели, естественно, правильно выбирает именно Абрашку, дает ему Кумуля с поджогом, минус Абрам, здесь остается Страйкер, ТТБ, и где-то недалеко Драгун. В принципе, довольно много просаженных по ХП союзников, но все-таки счет стал уже 5-3, и это, естественно, хороший шанс для того, чтобы все-таки каточку эту перевернуть и выиграть. Забирают быстро Драгуна, а вот Драгун там как раз застоялся, Леклерк его очень правильно даванул, а остальные противники, судя по всему, в это время как раз оттянулись, и, наверное, даже как раз ТТБ, может быть, и полетел сразу в погоню за Драгуном, когда увидел его, что он туда отъезжает. И очень зря, они бросили Драгуна, и Драгун как раз вражески не среагировал на это. Вылетает тут, конечно, подставляется, засвечивает Страйкера, подставляется очень жестко, тут просто ему везет, получает только две плюхи. Остается 178 прочности, конечно, здесь он мог отвалиться, но благодаря тому, что быстренько маневрировал сразу после засвета, второй выстрел не получил. Но, тем не менее, он решает, что 178 ХПшки это не помеха для того, чтобы ворваться на барабанного Страйкера. Я не знаю, как это работает. В общем, смотрите сами, как дальше это все дело будет происходить. Засвечивает Страйкера, Страйкер стреляет, не попадает. Кидает дымы, уходит резко в сторону, и просто Страйкер не успевает довернуть башню и забрать его. Конечно, тут тоже не без везения, мне кажется. По идее, здесь он уже должен был поиграть, но, тем не менее, выживает. И остается буквально один ТТБ. Союзники, конечно, сильно просаженные, но их все-таки четверо. Плюс на подстраховке теперь будет еще он на Драгуне. И в целом, забегая немножко вперед, вот, конечно, это уже каточка сделана на победку. В общем, отличный бой против десяток с очень хорошим результатом. Там в итоге получается почти 14 тысяч урона на ЛТшке с десятками. В общем, шикарнейший бой. Не забывайте присылать свои реплеи. Дедли Буллит, напиши мне, чтобы я прислал тебе кодик на месяц према. Под видео в описании есть ссылки на Дискорд и ВК. Присылайте туда свои реплеи вместе со скриншотами обязательно. Увидимся в следующем выпуске. Пока.